МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вам такой завораживающий вид? Наталия, сдерживаясь, выражает восторг. На фото, как будто на берегу океана. Красивое фото. Спасибо автору за красоту. Наталия тоже под впечатлением. Чудо. Обожаю маяки. Атмосфера загадка. Роман неожиданно для меня отреагировал не очень положительно. Ага, пишет он. Только никто не понимает, что жить там это на самом деле не очень хорошо. Только если ты сам уверен, что тебе оно нужно, и точно не одному. Вот, Рома, ложку дегтя добавил. Ну, хорошо, хоть Лиза напомнила, там деревенька в трех минутах от этого маяка. Так что все нормально, Роман. Все хорошо. А это халабуда в роще Навятской. Или лачуга. Или шалаш. Называйте как хотите, комментариев от этого меньше не станет. Дон Хосе решил, что именно так выглядит госпрограмма «Доступное жилье». А Дмитрий обратил внимание, что все по нормам, даже огнетушитель есть. У Николая же попадание еще точнее, зато не в ипотеку. Ну, смех смехом, а вообще вопрос серьезный. Грустно, что у кого-то вот так все складывается. Удачи тебе, человек из халабуды. Встаешь такой утром, выглядываешь в окно, а там чьи-то ноги висят. О-о-о, вот такова бы, наверное, реакция была бы. Это вы еще не видели, как я на работу с закрытыми глазами еду, отреагировала Елена. Михаил немного изменил вводные данные по ситуации. Он, мол, пишет, особенно если живешь один, дом частный, а спальня на втором этаже. Ну да, так страшнее. А Владимир в курсе романтики не понаслышке. Работа обалденная. Три года промышленным альпинистом работал, но сейчас не те расценки. За копейки висят. Ребята, ну сейчас все за копейки висят. Романтика должна оставаться всегда и везде. Ну и все пока с интернетом. Давайте немного отдохнем от всего этого, а завтра продолжим пренепременно.